всем привет с вами travel camel и я аня наша с вами последнее утро в кернсе так что сейчас идем прямо в центр обойдем прям каждый уголочек чтобы я точно знала что я тут все прошла городок очень маленький по большей части состоит из туристических кафешек мест где можно заказать экскурсию посмотреть на большой барьерный риф и всяких палаток сувениров но тут есть и старые английские постройки так что увидим их все покупаемся в том самом инфинити бассейне а почему бы не сегодня почему бы нет и думаю где-нибудь вкусно позавтракаем двигаемся с вами потихоньку к марине видно как отплывают эти судна на одном из которых я вчера плыла на большой барьерный риф в голову начинает приходить понимание потому как использовать австралийскую инфраструктуру короче если хочешь воды ищи детскую площадку на детской площадке или рядом с ней обязательно будет стоять фонтанчик с фильтрованной питьевой водой этот же совет касается и туалета рядом с детской площадкой обязательно будет туалет а еще столик и лавочки для того чтобы посидеть покушать например или просто отдохнуть в тени деревьев а вот и вкусный завтрак но главное с каким видом вид воды действует успокаивающе такое умиротворение вся утренняя суета с отъездом туристов на риф закончат можно просто неспешно прогуливаться побережье сейчас сидела в кафе смотрела достопримечательности кернса и узнала что их нет так что идем смотреть то немногое что есть надежда что она нас заинтересует шла-шла и дошла во-первых до какой-то очень необычной детской площадке у подножья такого огромного дерева а во-вторых до пивоварни там сидит куча народу но не думайте они не пьют пиво тут с утра пиво не пьют и вообще не пьют с утра все прям ждут до обеда как минимум а дальше уже можно эх черепашки увидеть бы вас вживую а то чего все на статуэтках да картинках на хрена ехать в австралии если все равно не вижу черепашек все пыталась тут улыбаться и рассказывать вам про кернс но на самом деле сегодня меня мыслями всеми вернули в пакистан потому что за ночь я получила очень много сообщений от разы это гид и водитель который у меня был в пакистане он как вы помните позвал меня в гости к своей семье мы были у них дома и также мы ездили к ним на дачу и он мне сегодня очень много раз звонил и писал он увидел видео на ютюбе в канале и сказал что это нехорошо что я выложила его семью и родных я вам рассказывала в пакистане не принято фотографировать людей считается что это плохой знак и соответственно какие-то видео я делала сама без разрешения какие-то спрашивала но я не ожидала что это так заденет и обидит он очень расстроен и соответственно я тоже расстроилась потому что я не хотела проблем или конфликтов мне интересно это жизнь хочется ее показывать и мне с моим менталитетом в котором можно вот так вот идти по улице и записывать все кажется не страшно что какие-то люди попадают в кадр вот мы с вами прошли там две женщины стояли ничего у них другая культура другой менталитет который мне непонятно это не значит что его не должна принимать я просто расстроилась естественно я удалила эти видео сейчас на моем канале нет трех видео из пакистана это три последовательных дня в которых я была в гостях и на даче у семьи разы и это меня очень расстроило жалко что задела людей жалко что обидела видео не жалко жалко людей потому что раньше я все время думала что самое важное что мы проживаем это эмоции впечатления вот вчера например когда мы три часа возвращались с прогулки с барьерного рифа я болтала с ребятами я не особо смотрела по сторонам с одной стороны на что смотреть море и море вокруг вас просто океан а с другой стороны ну типа ты же тут никогда не будешь пользуйся пользуйся моментом но я понимаю что люди важнее всего и я больше всего ценю общение причем неважно это там твои соотечественники или нет это не имеет никакого значения люди дают нам намного больше чем природа и все остальное поэтому людей надо оценить и от того что случилась такая неприятная ситуация я расстроилась меня это задело сегодня 24 декабря рождественский сочельник все нафиг закрыто хорошо что я нашла завтрак походу так ну ладно что то все-таки находится это старое здание в английском стиле круто конечно иметь вот такие виды в своем перекрестке или вот такие есть пешеходная улица длиной в два квартала но квартала тут не то что в мельбурне коротенькие и и и все можно пройти минут за пять если ты остановишься на три минуты на светофоре посередине периодически в городе стоят предметы искусства аборигенов но мне кажется это какой-то фейк почему фейк потому что аборигены тут ходят бедные хочется сказать бомжеваты и люди проходят и не обращать на них никакого внимания по моему ставить в центре города произведение искусства культуры аборигенов это не то что помогает этим людям так что больше похоже на какую-то имитацию признаний в современном мире так ну вот мы с вами и дошли до главного железнодорожного вокзала кернса но оказалось что он не представляет из себя никакой достопримечательности так старое здание церкви берем достопримечательности нам тут нечем разбрасываться а вот мы с вами и дошли до кернского театра тут мы тоже видим дань творением аборигенов современное искусство напротив современного театра все логично парк это на самом деле тоже театр просто под открытым небом иногда здесь дают представление на этой сцене а зрители сидят прям тут на газончиках которые сделаны по уровням но мило тоже нашла даже зрителя который решил занять место заранее табличка в парке гласит о том что одно время по воскресеньям тут было запрещено заниматься спортом что было тому причиной люди которые играли в крикет регби бегали катались на велосипедах не могли договориться кто в воскресенье занимает территорию этого парка поэтому правительство решило просто запретить тут заниматься спортом мило естественно спорт сюда вернули спустя какое-то время когда придумали как регулировать это но звучит смешно так но все последнее достопримечательность кернса называется загадочно обелиск когда пришла увидела что ну все вот вот он обелиск всем людям в кернсе молодцы построили классный город все пойдемте купаться то сейчас пикусь как вы думаете кто погрызть эти манго и бросил ребята летучие мыши они прилетают ночью на манговое дерево и жуют манго вариант подешевле увидеть всю подводную жизнь большого барьерного рифа это просто пойти в океанариум смотрела я на океанариум и подумала не такой уж он и большой москве я была в океанариуме в рио там где-то на севере там океанариум большой я никогда не думала вот я понимаю как сюда животных затащили тут от моря всего ничего а как в москву привезли косатку вы можете себе представить какая логистика сколько условий должно быть чтобы доставить животные в целости и сохранности я не представляю подхожу к табличке посмотреть какие тут есть птицы на табличке написано что есть ибисы и вот он этот ибис все идем купаться сейчас переоденусь и ныряю потому что надо это сделать когда еще в нити бассейне в австралии я поплаваю слушайте но окунуться в такую жару это просто спасение сейчас сижу и чувствую себя на миллион процентов лучше знаю что загорать под австралийским солнышком опасно но тем не менее намазалась кремом с между тем тоже плавится и градусник показывает 36 9 сейчас ребят только 11 утра время в кернсе подходит к концу хочу сказать что выбрала идеальное количество дней 4 1 на прилет последний на отлет один день на то чтобы посмотреть барон фоллс и окрестности и еще один на то чтобы съездить на сам риф в принципе можно заложить еще один день на всякий случай если все остальные экскурсии сработают то вы сможете поехать еще и на крокодиловую ферму если вам интересно но вот для меня это количество дней идеально и сейчас за утро посмотрела весь кернс прошла каждую улицу каждый переулок центральной части города но по спальным районам ходить вообще не имеет смысла там просто дома и дома соответственно поездкой очень довольны а еще в список достопримечательностей кернса вошла церковь около моего дома оказывается самая большая церковь кернса но все ребят покидаем кернс на этот раз цивильно приехала на такси пойдемте теперь ждет сидней в аэропортах австралии мне нравятся три вещи первое что не забирают воду при досмотре второе что можно покушать и цены будут ровно такие же как в любом другом заведении города и третье это то что тут open space как знаете в ресторанных двориках и здесь розетки ты можешь выбрать куда сесть и тебе не обязательно что-то заказывать и брать но при этом есть и места такие привычные зоны ожидания нам садись где хочешь не знаю за какие заслуги мне досталось месту окна когда я садилась самолет я даже не предполагала что мне суждено увидеть сидней с высоты птичьего полета первый взгляд на оперу и harper's bridge и я разрыдалась я так ждала этой встречи я так ждала ну что хорошие мои приземлились мы с вами в сидней топаем из аэропорта в ближайшей остановке все почему потому что если вы хотите добраться на поезде из аэропорта сильно это будет стоить вам 17 долларов а если вы пройдете 20 минут пешочком и сядете на этот же самый поезд он будет стоить вам 2 доллара разница очевидно прогулка нам не повредит так ребят было ужасно не права 20 минут идти тем кто смотрит на карту и внимательно следит за дорогой я глазела по сторонам и ушла не в ту сторону просто на перекрестке взяла не тот поворот так что путь немножко затянется но напугавший меня вначале дождь уже прекратился поэтому ничего страшного ну все мы бжд приложила телефон и мы едем для таких как я есть обозначение типа что будет куда поедешь то просто выхожу на свои станции из метро это самый центр города что-то не прикольно станция метро называется хайт парк прямо чувствую себя великобритании чуть-чуть понимаю что у меня проблема сейчас время 10 вечера рождественский сочельник завтра блин даже супермаркеты будут закрыты а я сегодня если чего есть хочу сегодня тоже все закрыто не знаю получится ли что-нибудь может есть в хостеле я не знаю должны же меня как-то накормить может у них чего-нибудь завтрака осталось там кстати завтрак включен вот если чего завтра с утра я поем это точно из примечательного сразу какой-то собор и фонтан в центре парка конечно же куча людей у собора ну вспомните мы в рождество тоже в церковь ходим я тут подумала на крайняк можно туда пойти там же кровь и плоти иисуса то есть хлеб и вино дают ладно простите меня за такое богохульство просто пытаюсь придумать что могу я когда увидела что завтра все закрыто будет я немножко опешила я даже не понимаю куда мне завтра идти если завтра все закрыто потому что даже если поехать на пляж есть риск того что общественный транспорт ни хрена не работает или работает с какими-то там дикими задержками ну что ребят мы на месте последний раз я была в хостеле в австрии так много лет назад что уже не помню вы не поверите но вот это вот шикарное место в сильное обошлось мне в 7000 рублей и тут даже полотенца не дают прикиньте